Италия собирается в одностороннем порядке отменить санкции против России. Там в самом разгаре формирование нового правительства после выборов. Будущий Кабинет Министров намерен кардинально изменить отношение к Москве. Светлана Чернецкая о пророссийских настроениях в Европе. Италию собирается возглавить коалиция ультраправых и популистов. На выборах в марте больше всего голосов набрали две партии. Лига Севера и движение Пяти звезд. Вот уже два месяца они договариваются о том, как будут совместно править страной. Все до мельчайших деталей прописывают в документе под названием «Коалиционное соглашение». Сейчас он уже готов к подписи. И одна из его частей касается России. В первую очередь новое правительство собирается отменить санкции против Москвы. А также наладить полноценное сотрудничество. Россию следует воспринимать не как угрозу, а как экономического и торгового партнера. Москву следует реабилитировать как стратегического партнера в таких кризисных районах, как Сирия, Ливия и Йемен. По информации местных журналистов, требования об отмене санкций выдвинули право радикалы из Лиги Севера. Глава этой партии Матео Сальвини давний друг Путина. Он подписал соглашение о сотрудничестве с Единой Россией и выступал против высылки российских дипломатов из Рима. Но не только Италия открыто демонстрирует потепление по отношению к России. Австрия так и не выслала российских дипломатов, в отличие от остальных европейских стран. И также выступает против какого бы то ни было расширения санкций против Москвы. В Чехии переизбрали президента Милоша Зэмона, давнего друга Кремля, и он тоже не поддерживает санкции. И даже в Германии наиболее острый и неоднозначный вопрос внешней политики – отношения с Москвой. А во время визита в Россию министр экономики Германии заявил, что пытается убедить США отложить введение новых санкций в отношении Москвы. И открыть новые возможности для сотрудничества между странами. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер».